В Балакове второй день проходит фестиваль скалолазания на призы Интерспорт. В мероприятии участвуют воспитанники секции скалолазания, которая относится к дюж по водным видам спорта. Вчера на старт выходили девочки, и сегодня за звание лучших борются юноши и взрослые спортсмены. Последние два года в нашей школе, вообще и в нашем городе не проводятся соревнования из-за того, что у нас нет документов, мы не включены в Росреестр. И поэтому решили провести в форме фестиваля эти соревнования, для того, что детям же хочется где-то выступать, потому что на вы все равно много детей не возьмешь, а здесь, в принципе, основная масса может прийти. Ну, соревнования, конечно, для чего нужны? Для популяризации скалолазания в нашем регионе конкретно, в нашем городе. Значит, что занимаются, и на фестиваль пригласили не только спортсмены выступают, но и любители в разных возрастных группах. О том, что проводить официальные соревнования на Балаковском скалодроме пока нельзя, говорят уже давно. Дело в том, что для проведения турниров даже городского уровня скалодром должен соответствовать требованиям. Конечно, прежде всего, хорошая материальная база. То есть, это наличие скалодрома сертифицировано для того, чтобы имели возможность не только заниматься, во-первых, это прежде всего безопасность детей и взрослых, всех людей, кто занимается. Ну, и что детям, конечно, чтобы повышение спортивного мастерства, детям хочется расти, и взрослым хочется. Поэтому любители пришли, что им не только хочется заниматься как в форме фитнеса, но они тоже горят. Но пока для того, чтобы спортсмены, как любители, так и профессионалы держали, так сказать, форму, для них решили провести соревнования в формате фестиваля. Призы предусмотрены как для победителей в различных возрастных группах, так и по итогам голосования самих спортсменов. Однако, чем поощрят лучших скалолазов, мы пока говорить не будем. Организаторы просили не раскрывать секрет. Сами спортсмены узнают об этом по окончании соревнований.